В Николаевке началось строительство современного микрорайона. Специалисты уверяют, уже через несколько лет одноэтажная деревня превратится в зону высотной застройки. Согласно генплану, здесь появятся четыре новых школы на тысячу мест, семь детских садов, а также своя поликлиника. Кроме этого, в микрорайоне возведут культурно-развлекательный центр с выставочным залом и библиотекой. Изменится практически вся территория поселка. Подробности у Екатерины Самохваловой. В Николаевке началось строительство нового жилого массива. Параллельно строители ведут работы по переселению жителей деревни. Вот эти дома за моей спиной пойдут под снос первыми. Здесь будет располагаться многоуровневая автомобильная развязка. А вот здесь появятся многоэтажные дома и объекты социальной инфраструктуры. Детские сады, школы, поликлиника и даже культурно-развлекательный центр. Сейчас всю территорию поселка Николаевка разделили на четыре большие зоны, которые власти готовятся выставить на торги. Застройщик, который их выиграет, будет заниматься расселением жильцов. Достаточно большое количество застройщиков работает уже на территории Николаевки. И в целях комплексного осваления застроенной территории, такая как на Николаевке, было совещание у главы города. И было принято решение, я так понимаю, где-то в сентябре-октябре, будут уже рассмотрены первые участки под развитие застроенных территорий. Строительство разбили на две очереди. В первую вошло возведение мостового перехода и подготовка земельных участков. Вторым этапом планируется построить дорожную развязку и, собственно, новый микрорайон. Всего возведут около 890 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас готовится проектная документация. Решается, по каким улицам будет проходить дорожная развязка и где лучше разместить детские сады и школы. В связи с этим жители района призывают вовремя оформить документы на нежилое имущество. Если в собственности дом находится, то можно зарегистрировать право собственности на земельный участок на основании документов о предоставлении участка любому прежнему собственнику объекта под строительство данного жилого дома. В настоящее время земельные участки в районе строительства 4-го моста зарезервированы и изъяты для муниципальных нужд. Уже появились списки домов, которые снесут в первую очередь. На правом берегу уберут практически все дома по улицам Лесников, Саянская, Свердловская и Ключевская. На левом Ломоносово, Огородное и Дачное. Жителям этих улиц предлагаются два варианта. Первый – получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. Второй – получить новые благоустроенные квартиры. Если стоите в очереди в районе на улучшение жилищных условий, тогда получайте по соц. норме. Если не стоите в очереди, то только квадрат в квадрат. Жителям Николаевки, дома которых под снос не попадает, но им хотелось бы переселиться в новые благоустроенные помещения, специалисты советуют обратиться в администрацию и организовать собрание с соседями. Если все единогласно хотят переехать в новый дом, то тогда необходимо обратиться к застройщикам, которые смогут выкупить землю и возвести на ней новый дом. Добавлю, посмотреть список жилых домов и зданий, попавших в зону сноса, можно на сайте администрации города. Если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5249 или пишите на сайт афонтова.ру. Екатерина Самохвалова, Дмитрий Кучко, Игорь Лобакин. Афонтова. Новости.